Да, проблемы женщин надо решать, но вначале нужно выслушать все, что она скажет. Как объяснить мужу, что мне иногда нужны уши, чтобы меня выслушали, не говоря ни слова? Муж этого не понимает. Для того, чтобы мужчине что-то объяснить, нужно с мужчинами говорить на их мужском языке. Мужском. Мужской язык не такой, как женский. Мужики разговаривают фактами, а вы разговариваете эмоциями. Например, вы говорите, ну мне нужно, чтобы ты меня выслушал, понимаешь? Мне нужно, чтобы ты просто посидел, понимаешь? Ну и сначала вы кучу претензий предъявите, а потом все это эмоционально вывалите. Правильно? И начнете предъявлять, вносить мозг. А мужчина рассуждает фактами. Ему нужны его мужские эквиваленты или мужские сравнения. Например, что можно мужчине объяснить? Дорогой, вот ты свою машину заправляешь бензином? Он говорит, заправляю. Если ты в машину воду зальешь, она ехать не будет? Он говорит, нет, не будет. Вот смотри, меня нужно тоже заправлять. Он спрашивает, чем? Ну если ты меня не будешь заправлять или будешь заправлять, я перестану просто ездить. То есть это означает, что я перестану давать тебе секс, я перестану хорошо выполнять свои обязанности. И представляешь, нужно заправлять. Меня тоже нужно заправлять. Чем заправлять? Вниманием. То есть в меня нужно вливать внимание. Он спрашивает, как это? Вот это как Теслу заряжать. То есть Теслу, ты просто приходишь, когда машина у тебя разрядилась, все знают, как Теслу заряжать. Просто машина зарядилась, ты просто подключаешь ее к зарядке и ждешь. Вот считай, что когда я начну тебе рассказывать, что ты поставил у меня зарядку, тебе просто нужно ждать и смотреть на меня. Вот и все. Мужики, я уже объяснял, как давать поддержку женщинам, чтобы они вас любили. Что нужно делать? Вот женщина начала говорить что-то, не перебивая ее, просто слушай внимательно. Если будешь перебивать, тебе дороже просто. Ну вот смотри, ты эту пытку можешь продлить на 2 минуты, а можешь на 40. Вот она тебе выговорится за 15 минут. Я не видел ни одной женщины, которая бы больше, ну здоровой женщины, которая говорила бы о себе больше, чем 15 минут. Обычно, если вот не прерывать женщину, то за 15 минут они выговариваются. Не, ну есть женщины, которые по 40 лет не выговаривались, ну да, там, конечно, нужно слушать часа 2, 2,5 в общем. Так вот, любому мужику, если женщина начинает с тобой разговаривать, начинает говорить о своей проблеме. Первое, что не советуй ей, как решить проблемы. Она тебе говорит не для того, чтобы выслушать советы. Она хочет просто поделиться с тобой своими эмоциями. Поэтому слушаешь и говоришь, да, да ты что, да ладно, ничего себе. Вот то, что мы обычно мужчины с друг другом не делаем, вот нужно делать с женщиной. Почему? Да потому что женщины это противоположный пол. Поэтому с ними нужно делать все с точностью наоборот. Вот, да, противоположный пол на 180 градусов. То есть мужик, когда тебе говорит, к тебе обращается мужчина, что мужчина хочет услышать твой совет. Он хочет решения проблемы. Женщина, когда говорит, в 90% случаев она не ищет решения проблемы, она хочет просто поделиться своими эмоциями. Да, проблемы женщин надо решать, но вначале нужно выслушать все, что она скажет. Поэтому просто считай, что ты заряжаешь машину, Теслу, ты вкладываешь в это энергию, даешь свое внимание. Поэтому слушаешь и поддакиваешь. Да, ты что, не надо в это время смотреть телефон, не надо смотреть там скучающий, не надо это делать. Просто смотришь на нее, да, и внимательно. Заряженная таким образом женщина может служить до трех суток.